Кириллус Хардрокер, спасибо большое за донат. Смотрим некоего блогера Романа, который, кстати, в последнее время как-то вирусится, в рекомендации неистово вылезает. Я что-то у него видел, но не особо понял прикол, но давайте посмотрим, как написать рок-песню. Привет, меня зовут Саша, я диктор канала Мастерская Настроение. И у меня сегодня охуенное настроение. А знаете почему? А потому что я пишу сегодня музыку. Впервые за долгие годы. Вы, конечно, знаете, что я уже снимал видео, как написать постпанк, как написать постпанк 2. И вот сегодня пришло время снять видео, как написать рок. Я бы даже назвал это говнорок. Не хочу оскорбить сейчас никаких говнорей. Вообще, я, знаете, сам своего рода говнарь, поэтому, мне кажется, у меня очень хорошо сегодня получится написать говнорок. Погнали. Первое и самое важное в рок-музыке, на мой взгляд, это то, как ты выглядишь. Нужно выглядеть круто и по-рокерски. Если вам кажется, что у истоков рок-музыки... Такая подача у него, конечно. То нет. Играть не очень хорошо. Спасибо. Гейзли. А если говно и палы к самому собрать? Чё по-чем будет? Ну, можно. Типа изнутри вообще ничего не слышно? Или все равно минимальный фон есть? А летом как? Жарко. Думаю, её на лоджию поставить. Смотри. Если ты находишься внутри, то то, что снаружи, ну, как будто в другой комнате, примерно вот так. То есть то, что находится в той же комнате, ты слышишь так, как будто это соседи через стену. Именно в моей кабине. Такой версии. Ну, то есть обычно ничего такого не слышишь. То есть как минимум шум холодильника или там тик часов или ещё какая-то дресня. Тебе мозга никогда парить не будет. И тебя, если в той же самой комнате спят, блядь, там, не знаю, жена и дети, тебя им слышно будет. Как будто в соседней комнате. Но соседям твоим именно, которые, это как считай, через две комнаты будет, они уже никогда тебе мозги парить не будут. Если в ней закрыться без продуманной вентиляции, то через пять минут ты умрёшь от жары. Я, например, сейчас сижу с открытой дверью. Потому что, ну, почему бы и нет, собственно. На самом деле я закрываю дверь только, когда нужно что-то очень громкое издать. Или типа того. А так в целом сижу с приоткрытой дверью. Но я себе хитрым способом присобачил кондиционер прямо через крышу. То есть в крыше есть два отверстия. На них вот такая, как насадка. Ну, короче, не знаю, у меня про это есть ролик. На канале я сейчас найду. Типа кондиционер в изоляционной кабине. Как-то так я его назвал. Там понятно. Кондиционер в моей звукоизоляционной кабине. Вот, пожалуйста. Там я расписал, как я приколхозил сюда кондёр. И так уже можно, да, сидеть вообще спокойно там летом, не летом. Отлично. Рок-музыка придумал фрау. Вот прям пророк. Бля, я уже этот звук непривычно слушаю. Вот так совсем другое дело. Кстати, я забыл самое главное. Первое, что я делаю при написании своей, не побоюсь этого слова, музыки. Это не мою голову неделю, конечно. Это прописываю удар. Блин, я понимаю, что кому-то супер нравится, наверное, именно вот как раз такая его супер вялая подача. Но мне прям не очень приятно, наоборот. Зачастую это неправильное решение, потому что потом всю песню приходится подгонять под то, что я там нахуярил. Вот после этого очереди нет. Скорее всего, я не чувствую, что пути странные и неправильные. Открываем Addictive Drums. Кстати, да, Фистиного Мага не собирали фон даже. Звучит достаточно роково. Ритмичный реческий рисунок. Или ритмичный. Если ты услышал это слово, я теперь хочу везде его вставить. Ритмичный рисунок у нас будет вот такой просто. Второе, что нам нужно, это бас-гитара. Рокерно. Я ее вместе с гитарой здесь выставил, но играть я, конечно, на ней не буду, потому что я не умею играть ровно, и потому что зачем... Ну, это просто как рафлянка такая, я не знаю. Нет, тут ролик на 7 минут. Просто похихикать, честно. Для меня это как бы никак. Пока что. В моментах. В моментах я немного добавляю ноты другие. Я вот уже написал партию, и вы можете заметить вот эти два момента. Прикольный прикол разве что был с тем, как он нарисовал барабаны у него. То есть вроде как на разные клавиши забиты разные варианты звучания открытого хай-хета. В одной из песен я также набивал тарелки себе. То есть он как бы просто... Каждый удар хай-хета чуть-чуть разный становится из-за этого. Даже если он нарисованный, это очень прикольная история. Пользую плагин Nexus. На мастер добавляю гитар-рик. И еще фаб-фильтр. Толком не знаю, какие нужно частоты срезать, поэтому просто вот эти срежу. Окей. Ну, смотря какой рок ты делаешь. Где-то надо 1400 добавить до хуя прям. Ну, в среднем бас, чтобы сделать, надо просто все верха убрать нахуй. В микс его уложить. И все. Знаете, даже наушники залезут, чтобы послушать, что он там делает. Также нам понадобится эффект дисторшн или, как у меня, овердрайв. Не знаю, нахуя я собирал целый педалборд, если мне только одна педаль нужна. Ну, вот такой я человек, да. Партию придумал максимально простую на одной струне, как я это люблю делать. Чуть не забыл медиатор Кобейна. Ни одна рок-песня не обходится без гитарного соло. И вот как раз таки с этим у меня очень большие проблемы. Я никогда не умел играть соло. Жизненное соло, которое я знаю, звучит так. Ну, то есть это какой-то кузнечик, но и травы ебаный. Чтобы подходил под тон. О, чуть не забыл просинь ты. Это не обязательно, это если ты педик. Осталось самое простое. Это текст. Хотя многие рок-музыканты и слушатели считают, что текст очень важен. В нем обязательно должен быть смысл, поэтичность. Конечно нет. Это вот вся составляющая. Но я так не считаю. Просто мы же пишем с вами... Да, когда строй какой-то неальтерированная пизда, ты согласен. Поэтому, когда я готовился к этому видео, две минуты я сидел в интернете, и мне на глаза случайно попалась вот эта вот картинка. И я подумал, а зачем писать свой текст, когда можно позаимствовать текст из мема? Ведь это же самая динамика. Кстати, отлично, да. Поэтому текст у меня получается... Только в рифму сделают. ...и осталось только записать вокал. Просто включаем микрофон и записываем наш вокал три раза. Чего, блядь? Первый раз это основной вокал. Раз-два. Нихуя не работает. И две дорожки это бэки. Все, получается, поем. Раз-два. Можно дабл сделать еще. Этот микрофон накончательно перестал работать, поэтому берем другой. Для записи вокала... Как бы есть бэки, даблы, эйрбэки. Дохуя всяких разных названий под разную хуйню. Желательно очень хорошо звукоизолированное помещение. Можно, конечно, пойти на студию и там записаться. Блядь, он показал фотки прям максимально угарно всратых вариантов. Блядь. Ну... Это, конечно, полный пиздец, но... Типа, теоретически... Все это даже как-то может работать. Но это, конечно, блядь, кринж вообще жесткий. Можно, конечно, пойти на студию и там записаться. Ну нахуй надо, конечно. Настоящие музыканты всегда записывали свои лучшие хиты в шкафу. Здесь у меня шкафа нету, поэтому я создам такой... Вот я в шкафу сижу, как бы это насочил. И за деяло и матраса. Угу. Ну да, нормально. Бегу по тропинке в голове... Ну, все! Питер попался, придет смотреть. Не знаю, кидали ли уже, но нашел песню эпидемии с совершенно потрясающим названием Ну-ка. Белый сокол! Нет, не кидали. Я думал, что круче, чем сжимается кольцо, мы уже в эпидемии ничего не услышим. Ну, давай послушаем белого сокола. Сейчас как-то досмотрим этот ролик. Сжимается кольцо. Ну что ж, наша рок-песня готова. Полностью все записано. Не сведено. Включи! Потому что я никогда не свожу музыку. Хит. Вот он. Но как же делать, чтобы эту рок-песню услышали миллионы? Загрузить ее на SoundCloud? Нет. В TikTok, может быть? Да. Нет, я слишком устарел уже. Отнеси на радио. Точно. Нужно отнести ее на радио. И уж там точно знают, как ее сделать популярной. Правильно? Правильно. Наши радио. Всем девчонка, посвященцы. Я знаю, что каждая девочка, которая послушает эту песню, заставит шевелить свое сердце. Ну, пока что не рокерство, а какая-то хмень. Ну, сейчас, может быть, начнется. Девочка-сосочка, почему ты одна? Ну, давай, не стесняйся, подмывайся. Сейчас будет два. Уфет теперь, и я жду на своем очень большом. Капли Альбуте. Бля, клип охуенный. Песня говно получилось. Мне прям понравилась идея из этого мема сделать песню. Мне кажется, надо спиздить эту идею и сделать хорошо. У подъезда, одноместном, в телесном цвете. Убед, теперь я жду на своем очень большом, как реалитет. У подъезда, одноместном, в телесном цвете. Соло Рафляна у Горнада. Чтобы громче себе сделал. Ну, ладно, не отвратительно, наверное, но так просто, как бы, барабаны слишком сыро звучат. Как будто гитара звучит только одна, без дабла. Не знаю, ну, такое. Розы. Не знаю, что сказать. Это кеки для школьцов или для школьниц. Ну, неплохо с точки зрения именно... То есть это видеоконтент, по сути, да. То есть это визуальная, как бы, такая вот приколдесина. То есть просто похихикать. Ну, чего-то супердельного здесь, конечно, думаю, не наберешься. Ну, спасибо за радость. Спасибо.